Новая и абсолютно готовая школа номер 20 встречает своих учеников. С 1 по 10 классы выстроились на линейке и с нетерпением ждут посещения такого красивого снаружи четырехэтажного здания. Многие пристально следили за стройкой. Теперь ребята могут в школу ходить пешком, а не ездить на уроки в Москву. Как ты раньше добиралась? Скажи, а сейчас? На маршрутках на двух, а сейчас пешком. Отличная школа, большая. Добирался я из Тушино, сейчас живу здесь. Учился раньше в Ульяновской, в СОЖ. Школа офигенная. Она на самом деле большая, она выглядит красивее моей старой, современнее выглядит. Все нравится, причем все. И новая школа тоже крутая, это очень клево. Что вам понравилось? Что такое у меня? Сама школа. Потому что давно хотелось попасть в эту школу? Да. Как она начала строиться сразу? 1 сентября в Путилковскую школу пришли почти 400 учеников. И еще придут, говорят, в управление образования. Микрорайон большой и только строится. К тому же не все успели подать документы, оставив это на потом. Впрочем, места здесь хватит для всех. После торжественного открытия тянуть долго не стали и пригласили учеников на первый урок в этом учебном году. Порог храма знаний переступили и первоклашки. Начальная школа – половина контингента, 200 человек. Долго ждать не пришлось и педагогов. Их здесь около 30. Компания подобралась со всей России. У меня есть преподаватель из Хабаровска, с Ямала-Ненецкого, автономного округа, с Костромы, с Астрахани, с Вологды. Я работала, начинала свою педагогическую деятельность в средней школе номер 7. Это Космодром Свободный, Морской области. И в последние годы работала в 12-й школе в Красногорске. Вчителя, которые уже с опытом работают, не только молодые. То есть они уже прошли и обучение по федеральному государственному образовательному стандарту. И пришли уже полностью подготовлены для того, чтобы работать в школе. 20 тысяч квадратных метров, пару сотен специализированных помещений. Школа – одна из самых больших в районе. Выполнена по индивидуальному проекту в виде раскрытой книги. Дуги на фасаде – не что иное, как переплет. Из особенностей спортивный зал расположен в отдельном крыле. И он просто огромный. Здесь можно проводить серьезные чемпионаты. Позволяют и площади, и оборудование. Эта школа в микрорайоне – не последнее социальное учреждение. Застройщики обещают полностью обеспечить местное население местами в детсады. Второй откроют в этом году. И школы.